Уважаемые товарищи, я начну свое выступление, в первую очередь раскрыв ситуацию с земельными ресурсами и в мировом, и в российском масштабе, конечно, с учетом и с главным креном на направление земли сельхозназначения, сельскохозяйственных угодий и особо ценных наших ресурсов – это пашни, культурные сенокосы, пастбища. В целом, уважаемые товарищи, из того количества земель, которым располагает наша планета, а на сегодняшний день это миллиард пятьсот пятьдесят миллионов гектар, и когда подумаешь о большущей нашей планете и посмотришь на это количество пашни, то действительно задумаешься, как ее мало, исходя из этого, как мы к ней должны относиться. А когда еще подумаешь, что два с половиной миллиарда людей каждый день не доедают, 100 грамм хлеба и стакан чистой воды не имеют, то это ощущение еще больше становится тревожным. Поэтому задача, которую ставят сегодня ЮНЭП и ООН, увеличить на пятьсот гектар миллионов общую площадь и довести ее туда за два миллиарда, с учетом того, чтобы мы с вами к пятидесятому году имели по существу весь тот резерв, который может быть в использовании земель для производства продовольствия. И мы должны видеть, что на этом направлении, понимая истощение в целом возможностей тех, которые располагает мировое сообщество, оно, это мировое сообщество, особенно страны с высокой экономикой, с высокоэффективной экономикой, давно приняло для себя соответствующее решение. Разработаны международные почвенные хартии, всемирная стратегия охраны природы и многие другие законы, которые решают проблему производства продовольствия за счет интенсивных форм хозяйства, бережного, рационального отношения к каждому гектару. Что произошло у нас за последние 26 лет? Мне легко об этом говорить. Видите, у нас здесь наши выдающиеся министры, кто системно и предметно занимался этим, директора институтов, академики, которые в деталях и тонкостях знают проблему. Мы с вами земель сельхозназначения утратили более чем 45%. От 635 до 800 до 680, я извиняюсь, до 380 миллионов гектаров. Это, конечно, история печальная. Растащили эти земли по сусекам, разным категориям и так далее. Что касается земель сельскохозяйственных угодий. Мы сегодня имеем 197 миллионов гектар. И здесь мы потеряли за эти годы десятки миллионов. Если говорить о пашне, и здесь у нас проблем много. Сейчас 115 миллионов гектар. Из силоборота мы вывели 38 миллионов гектар. А многие данные свидетельствуют 41 миллионов гектар. Вот эта сама картинка величины. Она сегодня настораживает нас всех. Почему идут эти процессы, и они не останавливаются? Весь мир идет в одном направлении, и Россия шагает по-другому. Кому это надо? Почему мы не остановим эти процессы? Это вопрос уже не риторический. Не первый раз ставятся эти вопросы в различных аудиториях. В научных, в Совете Федерации. Здесь, в Государственной Думе. Поэтому, мне думается, сегодня мы должны отнестись к нашим слушаниям, как к особо важным государственным слушаниям. Стратегически важным. Поскольку сегодня и президент четко поставил задачу остановить эти процессы. Кто не хочет использовать земли сельскохозяйственного значения, сельскохозяйственного угодья, пашни, они должны их передать тем, кто хочет, может. Но, друзья, у нас сегодня, между прочим, 67% находятся земель в государственной и муниципальной собственности. И, в первую очередь, мы должны себе постучать по лбу и по горячему сердцу. Почему у нас такая ситуация? Ладно, в коллективно-долевой форме хозяйствования там много проблем. Но здесь почему ничего не делается? То есть, в принципе, этот вопрос комплексный. Можно сегодня спустить все, как говорится, наши имеющиеся возможности, включая фискальные, на те юридические лица, которые 4,5% имеют земель. Но что мы от этого добьемся, достигнем? Поэтому задача комплексная. Восстановить, в первую очередь, системные подходы к использованию эффективного земель сельскохозяйственного назначения. И, в первую очередь, конечно, сельскохозяйственного угодья и пашни. В противном случае мы не решим те задачи, которые поставлены у нас на направлениях решения продовольственной безопасности. Надо уходить от экстенсивного, деградирующего процесса к интенсивному, адаптивному, ландшафтному использованию земель. Эта аксиома сегодня не вызывает дискуссии ни в одном отраслевом отделении Академии, теперь в целом в Академии РАН. И наши новые сорта, те, которые производят сегодня на гора наши ученые, отличаются теми хозяйственными ценами, признаками, конкурентно способными с точки зрения, если раскрываем этот потенциал за счет лимитирующих факторов, не хуже, чем на Западе дают любой урожай по любой культуре. Это факт. И 100 центеров, и 120 центеров сегодня не проблема по зернобобовым культурам и по кормовым. Нам надо вернуться к тем слагаемым, лимитирующим факторам, которые используемые земли сегодня позволяют вести на уровне экстенсивном. Но как можно говорить об интенсивности, если мы сегодня вносим около 2 миллионов тонн минеральных удобрений? 14 вносили в Россию, а сейчас 10% от 18 миллионов, которые производим. Что это такое? Ушли лучшие, мы называем лучшие наши области, где от 40 до 97 килограмм вносится на гектар удобрений. А сколько же тогда худше? Этих лучше всего 10. Ситуация в этом плане вызывает просто тревогу. Органические удобрения также сократили внесение в 6 раз. Куда дальше двигаться без минеральных, без органических удобрений? А если назвать, что в 20 раза сократили, мы сегодня известкование почвы, у нас кислых почвах уже почти 50% пашни. А если посмотреть, что появились уже первые пустыни в Российской Федерации, и так далее, и так далее. Уже больше миллиона на пашне оврагов появилась, и каждый год динамика положительная. Вторичное засоление. И все это, и все это в реальной такой подвижной динамике, которую мы не останавливаем. Нельзя сказать, что это открытие для кого-то, и для депутатов в том числе. И для депутатов это не открытие. Но дальше так нельзя на этом направлении двигаться. Все, что связано сегодня с мелиорацией. Кто постарше, хорошо знают, как на этом направлении работали после майского пленума. Мы сейчас 50 лет отмечали ветераны, собирались в колонном зале. Сколько было сделано? Сколько появилось орошаемых, осушенных земель? Мы конкурировали с Соединенными Штатами Америки. А сегодня подразрушили, остались около 7,8% пашни мелиорируемой. Там уже 35-40%, а мы все вот в таком положении. Программа предусматривает до 800 с небольшим тысячи ектар к 2020 году вести мелиорируемых земель. А Индия и Китай каждый год по полтора миллиона ектаров вводят. Какая же в этом плане опять у нас с вами конкуренция? А климат меняется. Как же мы думаем раскрывать этот генетический потенциал этих сортов? Снова вопрос за вопросом. Техническая вооруженность нашего АПК. Ну, назову две цифры. В Соединенных Штатах Америки 25 гектар приходится на трактор, в Германии 11, а у нас 240, а норма 73. Ну и пошло так же по комбайнам. Вот покупаем 8-9 тысяч тракторов, в 2014 год, если взять, значит, 4-5 тысяч комбайнов. Вот чуть появилась возможность, добавили 10 миллиардов, значит, на техническое и технологическое перевооружение, поддержали сельхозмашиностроителей и крестьян. Нет, опять ноль на 2017 год строчка. Но кому это надо? Я был здесь, в Алладии, в одном из ущелей. Старики собрались и говорят, так куда ж смотрит советская власть? Я тоже на них посмотрел, сердце сжалось. Куда ж мы все смотрим? В советской-то власти уже нет много лет, к сожалению. Если дальше эту тему не сдвигать, то мы даже все сделаем для того, чтобы дать удобрение. Но если мы в 12 раз сократили производство машин для внесения удобрения, вносить не о чем. Сельхозмашиностроение свое добили, исходя из такого технического оснащения сельского хозяйства. Кадры у нас с вами, вот после этих майских пленумов, в два с половиной раза появилось больше студентов. Средне технические, многие созданы были в училище техникумы, институты, наборы, новые специальности. 4 тысячи было школ профессионально-технических, которые готовили широкой профессии наших механизаторов, доярочек, водителей. Осталось тысяча, и то доживают. Как жить без кадров на селе? Сальную инфраструктуру, вы ее все хорошо знаете. В 100 тысячах деревнях меньше 100 человек сегодня проживает. 40 тысяч деревень имеют хоть какую-то немножко лечебную составляющую. То есть ситуация настолько сегодня в целом тревожная, что мы должны все задуматься, задуматься, как ее надо менять. От президента до фермера, от председателя правительства, до аспиранта. То есть все от депутата, значит, Государственной Думы, Совета Федерации, до депутата поселкового совета. Нам всем из этой вот картинки реальной надо бить в колокола. Кому надо было уничтожить Роскомзем? Но ведь кому-то надо было. Он что, сам распался? Кто-то в погоне за тем, чтобы стать латифундистом, чтобы схватить урочище, и чтобы они, эти урочище, превращались потом в заросшие бурьяном пустыри. Кто-то это все делал специально, а многие, кто руководил этими процессами оттуда, из-за бугра, делали это все специально, и хаос это сотворили специально. А мы думали, нам хотят наши друзья сделать лучше. Я 25 лет отработал первым руководителем на селе. 25 лет. Не понаслышке знаю. Супруг работал главным землестроителем в Луховицком районе. Слушайте, чтобы там, гектар какой-то там нараспахать в пойме, это готовь сухари. Не дай бог, чтобы у тебя какой-то гектар зарос там сорняком или чем. Гектар. А мы сегодня десятками миллионов швыряемся и ничего не делаем. А потому что кто ведет баланс? Кто ведет учет? Где эти экспедиции? Пофамильно знали всех, кто занимался в области вопросами землеустройства. Мы, многие пацанами, придя с нашими районными землеустроителями, делали внутрихозяйственное землеустройство. Эти все обороты до сих пор, в принципе, остались теми, над которыми еще не клюнул ни один воробушек. Других никто не создавал. Но они предусматривали почвоохранные технологии. Они все предусматривали для того, чтобы эта дорожка была той дорожкой, которая позволяла интенсивно использовать технику и так далее, и так далее. Эта тема сегодня требует от всех, от нас снова возвращения, возвращения к тому, чтобы вопросы землеустройства были возрождены. Были возрождены. Все, что связано сегодня с законодательным обеспечением этих всех процессов. Тема многогранная, тема комплексная, она требует, конечно, комплексного подхода. Если не будет у нас доктрины и ФЦП по возвращению неиспользуемых вот этих 38 миллионов хотя бы ектар, все в оборот, у нас ничего не получится. Вот сколько этой темы мы движем? Ну, 300 ектар максимум, значит, тысяч в год мы можем подвинуть вперед, и то это кофейные гущи гадания. Вперед или назад. Сегодня спахали, посели, завтра опять бросили. Значит, поэтому в этом направлении мы должны быть все и в первую очередь депутаты, наука, министерства едины. Все, что связано сегодня с законом об охране почвы. Мы его сегодня раздали. Проект закона. Его надо принимать, дорого принимать в первом чтении и двигаться дальше. Без этого невозможно сегодня остановить эти деградационные процессы. Закон о социальном развитии села. И именно о социальном развитии села под устойчивым развитием и программ устойчивого развития. Много сегодня прячется. У нас сегодня беда пришла на село. Ни дошкольных учреждений, ни школ, ни лечебных, ни домов культуры, ни дорог, и так далее, и так далее. Рядом соседи настроили агрогородки, та же Белоруссия, а у нас последние деревни с леса земли стираются, и так далее, и так далее. Где эти тучные луга, где это пастбище, где эти стада, которые на этих лугах паслись, этого ничего нет. Деревня, это не только кормилицы, это берегиня нашей территории, Россия, берегиня. Что делать на Дальнем Востоке, на Северах? Да мы видели это и на Юге, без наших аулов, и станиц, кубанских, и так далее. Вот сейчас в одном из чеченских, я извиняюсь, дагестанских сел, ваххабитское такое село, вот, высадили виноградники, по новым технологиям появилась работа, и деды, и женщины выгнали тех, кто преклонялся там, и гилу, и кому другому. Это не сказки, это реальности. И мы радуемся, когда сегодня в Кабардино-Балкарии появляется уникальная плантация, по самым новейшим технологиям закладываются плодовые сады, причем не только семечков, но и косточковых, и других культур, виноградники. Мы этому все радуемся. Мы радуемся, когда у нас сегодня есть такие территории, как Белогородская, которая позаботилась о фермерах, о крупных хозяйствах, где сегодня нет брошенных земель, где выносится 8 раз за последние 10 лет увеличилось снесение органических удобрений, увеличилось снесение минеральных удобрений, хотя около 100 килограмм, но все-таки мы видим, что вот эта территория имеет рентабельность в АПК на уровне 24%, это серьезно? У нас здесь уникальные не одна сотня хозяйств, где зарплата сегодня по 74 тысячи получают крестьяне. Вот рядом совхоз Владимир Чаренина, Владимир Вольфович там ежегодно выезжает на уборку земляники и знает, что это не понаслышке, огромная плантация. Там уникальная социальная, культурно-бытовая часть работает вовсю, но опять-таки там лучшие надои в Европе, лучшие урожаи земляники в Европе, но живут по секрету скажу, не только за счет села, а за счет близости Москвы, вот что рынок рядом большой, сами торгуют и строят жилье и продают еще, держа при этом общую коллективную такое народное предприятие форму хозяйствования. В целом я убежден, что принятие дополнительных этих программ, развитие тех программ, которые сегодня есть, это база законов. У нас сегодня сотни законов федеральных, сотни законов и сотни подзаконных актов, которые регламентируют сегодня нашу деятельность в агропромышленном комплексе. но везде просто-напросто идет пробуксовка, везде отсутствует система и я хочу сказать, может быть, и политической воли не хватает. Поэтому, уважаемые товарищи, завершая свое выступление, я хотел бы выразить уверенность, уверенность, что у всех у нас хватит мудрости все сделать для того, чтобы ту недоработку, которая связана сегодня, с бросовыми, неиспользованными землями, мы сумели создать тот механизм, который бы позволил оперативно решать эту тему через ФЦП. Есть 38 гектар, определить, значит, за 10 лет решить проблему, 3,8 миллиона гектара надо в год вводить, распределить, по областям решить, много сегодня инициатив. Следующая часть, вот все мы разговариваем о особо ценных землях, ну, кто говорит, ну, это пойменные земли, кто миллиардируемые, это вся пашня, для начала, 115 миллионов гектаров, это все пойменные угодия, включая сенокосы, пастбища, это культурные сенокосы, пастбища, да, это миллиардируемые земли, тогда это смысл особо ценной земли, а то некоторые территории рисуют от пашни десятую часть и думают, что это вот особо ценные земли, неприкосновенные, остальное все можно рубить и вдоль и поперек, не годится, не годится, это все требует сегодня нашего с вами осмысления, подходов, и я убежден, тогда у нас будет не только 117 миллионов тонн зернобобовых, у нас тогда будет и 150, и 200, и 300, у нас все для этого с вами есть, у нас будет тогда не 16-18 миллионов тонн молока, ни один крестьянин ведь не скажет, что у нас за 20 миллионов тонн молока сегодня, хотя рисуем 30, все ведь знают реальную эту цену, в каком мы состоянии сегодня находимся в молочном животноводстве и в мясном я имею ввиду не быстрое мясо, я имею ввиду производство мяса говядина, его не может быть без молочного производства, когда мы по 10 миллионов бычков имели каждый год, тогда было мясо, без этого не может быть, да, рядом могут быть мясные породы, они и были, развивать это тоже направление надо, но в целом хочу сказать, у нас есть уникальные примеры, у нас есть все возможности, у нас есть наука, хоть обрубленная, урезанная, но боевая, надежная, опытная, чтобы решить проблему, хочу еще раз всех нас призвать с вами к решению государственной задачи, стратегической задачи по вовлечению брошенных земель и эффективному использованию наших сельскохозяйственных угодий, желаю вам, уважаемые мои коллеги, друзья, товарищи, в этом успеха и удачи. Спасибо. Спасибо.